Вы в курсе, что медики заговорили о возвращении, казалось бы, уже забытых особо опасных инфекциях? Ведущие инфекционисты и эпидемиологи России, стоящие на страже биологической безопасности и прибывшие в Сочи на ставшую ежегодной конференцию «Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания» обсудили новые вызовы природы. Здравствуйте, я Инга Габешия. Это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Тенденция возвращения позабытых инфекций есть, и это факт, но у врачей Краснодарского края есть определенные знания, которыми они готовы делиться. Наработан опыт в том числе и благодаря реализации государственной программы Краснодарского края развития здравоохранения. О профилактике и выявлении инфекционных заболеваний, а также о том, как с ними борются, в частности в городе Сочи, мы поговорим с главным эпидемиологом курорта Татьяной Новиковой. Татьяна Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально несколько дней назад в Сочи свою работу завершила конференция по социальным инфекциям. Речь шла о том, что возможно возвращение, так сказать, забыток заболеваний. Медицина избавила человечество от той же натуральной оспы, но о чем, о каких вызовах речь идет сегодня и с чем это связано? Да, в течение четырех дней прошла всероссийская конференция с участием международных специалистов. Говорили очень о многих проблемах, решали на этой конференции. Очень много чего мы услышали, много чего узнали. Конференция очень содержательная была в этом году. Но что касается забытых инфекций и возвращающихся, вот нельзя сказать, что это забытые, это не забытые инфекции, но возвращающиеся. Какие это инфекции? Это иммуноуправляемые инфекции. То есть когда-то мы хорошо потрудились, мы привили людей, мы создали иммунную прослойку хорошую, и люди перестали наши болеть теми или иными инфекциями. Затем успокоились все, появилось большое количество людей, которые не стали прививаться, отказываться стали. Ну и снижению, конечно, заболеваемости не только вакцинация послужила, а наши противопедемические, профилактические мероприятия. И тут, когда все хорошо, люди решили, что не надо больше прививаться. И не только люди решили, какие-то отдельные страны в Европе решили не прививаться. Вот хороший пример кори. Кори, можно сказать, повышенная, высокая заболеваемость кори была, а можно даже употребить эпидемию кори, у нас было в 2013-2014 годах. Вначале начала болеть Европа, как раз-таки те европейские страны, которые перестали вообще прививаться. А наши жители стали отказываться. Появилась иммунная прослойка. Сообщения сейчас между странами очень хорошие, очень быстрые. А кори – это высококонтагиозное заболевание, высоковирулентный вирус кори, который вызывает заболевание корью. Кори протекает с осложнениями очень серьезными. И начал он срегистрироваться. Значит, мы, что прежде всего, к чему приступили к вакцинации? Когда люди увидели результаты заболевания, когда увидели осложнения, тогда перестали отказываться. И очень большое количество людей мы привили. Таким образом, эпидемия была погашена. В нашем Краснодарском крае ни в 2015-м, ни в 2016-м году корь не регистрируется. Вот это один из примеров. Вообще, ликвидация произошла в мире только одной инфекции – это натуральная оспа. Другие инфекции, еще никакая инфекция в мире не ликвидирована, кроме натуральной оспы. Второй пример такой наглядный – это полиомелит. Ведь еще когда-то в программе ВОЗ к 2000 году должны были ликвидировать полиомелит на всем земном шаре. Не получилось. Только в 2002 году Европа получила сертификат на территории, свободную от полиомелита, от полиовируса, дикого полиовируса. В том числе и мы получили, и Российская Федерация. Сертификат получили, но, однако, через 3-4 года произошли завозные случаи из Африки, из стран Африки. И у нас были только завозные случаи, конечно. Сейчас эта программа ВОЗ продлена до 2018 года, о полной иллюминации дикого полиовируса на всем земном шаре. Но надеемся, что тут уже у нас все получится. Еще одно пример тоже такого серьезного, очень серьезного заболевания, такого как туберкулез. До 50-х годов прошлого столетия туберкулеза было в мире, в нашей стране очень много. Болели в основном люди старшей возрастной группы, ну и дети. Если дети болели, то болели с осложнением менингоэнцефалит. Менингоэнцефалит – это очень серьезное осложнение, которое приводило к очень высокой летальности. В 50-х годах подключили, начали прививать вакцину БЦЖ в родильных домах маленьким деткам. Начали проводить серьезные профилактические, противоэпидемические, социальные мероприятия. И туберкулез очень быстро пошел на снижение. И очень хорошо снижалась заболеваемость туберкулеза у детей, как раз таки, раннего возраста. Однако в конце прошлого столетия опять она дала о себе знать. Туберкулезная инфекция дала о себе знать. Она вернулась. Вот чтобы сразу вернулась, ну что касается, вот сначала начали болеть взрослые, потом начали подростки, потом начали дети наши, что очень плохой прогностический момент в этой заболевании, в этом заболевании, в туберкулезе. Наши профилактические, противоэпидемические мероприятия. Мы активно, конечно, приеваем детей. Сейчас заболевание стабилизировалось, даже где-то она пошла ниже регистрироваться, чем в десятилетии предыдущем. Но что хочется сказать именно на сегодняшний момент, раз уж я выступаю здесь у вас. Хочется сказать, что самое главное, что сейчас в профилактике туберкулеза, это раннее выявление туберкулеза. Взрослые – это флюорография, дети – это иммунологические тесты, реакция МАНТУ и Диаскин-тест. Реакция МАНТУ маленьким детям до 7 лет включительно, а Диаскин-тест уже более старшим деткам. Это самое главное. Почему об этом говорю? Потому что пошли отказники. Отказники. Почему самое главное – раннее выявление туберкулеза? Потому что рано, раннее выявление, на ранних стадиях лечить легко. Вылечивается туберкулез без осложнений. И особенно не страдают дети. Нет у нас менингенцефалитов сейчас. И очень хочется попросить наших родителей все-таки не отказываться от реакции МАНТУ. Тут это архиважно. Просто архиважно не отказываться от иммунобиологических тестов при диагностике туберкулеза. То есть действительно речь идет об давно известных инфекциях. Да, это давно известная инфекция. Просто руку держать нужно на пульсе. Да, не забывать. Но мы не забываем о их. Потому что это очень сложно. Это тяжелая инфекция. Все, что я сказала, это тяжелейшая инфекция с тяжелейшими последствиями. Забыть невозможно. Ну, как вы и сказали, Татьяна Леонидовна, что ситуация с этими инфекционными болезнями у нас в регионе находится все стабильно. Стабильно. У нас стабильно под контролем. Уже три года, по данным Министерства здравоохранения края, как у нас нет количества роста инфекционных заболеваний, а напротив, есть тенденция к их снижению. Так вот, что способствует таким показателям? И что является сдерживающим фактором у нас в Сочи? Только ли это вакцинация? Ну, это, во-первых, и вакцинация. В том числе, и если я говорю об иммуноуправляемых инфекциях, то это, конечно, вакцинация. Это основная вакцинация. Потом очень важный момент – работа в очагах инфекционных заболеваний. В очагах инфекционных заболеваний занимается как Центр госэнепиднадзора, так и наша лечебная сеть. Активно выявляем, активно занимаемся. Ну, есть и в случае чего стационары, да, в частности, в Сочи? Стационар построен у нас в Дагомысте. Это огромный стационар. Затем, это инфекционная наша больница, плюс два инфекционных отделения в Адлерском и Хостинском районах. В этих отделениях лечат острых больных, острых инфекционных больных. То есть специалисты у нас наверняка на уровне, потому что в рамках подготовки к Олимпиаде, я думаю, что все прошли большую школу. Да, специалисты у нас на уровне. Прошли в школу, прошли учебу. Ну, а чтобы структура инфекционной помощи отвечала на вызовы времени, ей, как известно, необходимо совершенствование. Как у нас обстоят дела с кадрами, инфекционистами, эпидемиологами? Есть ли они и учатся ли они? Кадры у нас есть, кадры учатся, кадры очень грамотные, знают свое дело, знают свою профессию. У нас реализуется достаточно обширная государственная программа в Краснодарском крае развития здравоохранения. Так вот, есть ли в ее задачах или ее подпрограммах пункты, где затронута и эта проблема? В частности, диспансеризация, которая сейчас проходит, она выявляет какие-то хронические заболевания. А хронические заболевания чаще всего могут вызываться инфекционными, каким-то процессом. Конечно, есть. Работает, программа работает. Теперь, что касается вирусной инфекции, которая дает о себе знать из года в год. Ожидается ли в этом году превышение эпид-порога по гриппу? Ну, если учитывать, сколько мы привили нашего населения, а мы привили около 39% на сегодняшний день населения города Сочи. Это хорошая цифра. И такой вот индикативный показатель еще вакцинации детей школьного возраста. Почему говорю про школьный возраст? Очень важно привить школьников, потому что скучность, потому что кабинетная система, потому что отсюда происходит, получается, много источников. От источников у нас болеют взрослые. То в этом году очень хорошо привиты. Ну, хорошо школьники привились лучше, чем в предыдущие годы. Ну, хочется сказать, что не будет эпид-порога. Я думаю, не будет. Так вот, чтобы не было этой эпидемии, в нашей стране прививочная кампания стартовала еще в августе. И по данным Краевого министерства, население нашего региона прививается достаточно активно. По сравнению с жителями других регионов, и процентов на 5, мы уже переступили порог, рекомендуемый Роспотребнадзором. В таком случае наверняка можно говорить о том, что вспышек мы избежим. Я думаю, можно, конечно, избежать вспышек. Мы должны до 15 ноября уже как бы план свой сделать, выполнить. Но хочется сказать все-таки, затронуть такую тему. Мы обычно, грипп у нас регистрируется в январе месяце, со второй волной в марте иногда, какие-то года в марте месяце. Поэтому как бы у нас еще есть время. И я бы рекомендовала, кто забыл, кто все-таки решил вакцинироваться, может в течение ноября еще проводить вакцинацию. Это все наши поликлиники, школы, детские сады. Кстати, напомнил жителям края профилактики гриппа Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Твиттер. Губернатор подчеркнул, что вакцинация пройдет в крае до середины ноября. Уже больше 600 тысяч кубанцев привились от гриппа. А сам все никак время не найду. Надо. И вы задумайтесь. Многим жителям края такую прививку до середины ноября делают бесплатно. Итак, кому эту прививку от гриппа сделают бесплатно? Правильно, Вениамин Кондратьев ответил. Что вакцинироваться, прежде всего, профилактика гриппа – это вакцинация. Ему надо обязательно привиться. Наверное, он уже привился. Это когда он давал вам интервью? Наверняка уже успел. Уже успел. Да, я думала, что уже привил. В 600 тысяч наших жителей Кубани привились против гриппа. Это хорошая цифра. Это очень хорошая цифра. Это создалась прослойка, достаточная прослойка, чтобы эпидемии не было. Заболевая какая-то будет в любом случае. Будет. Заболевая, чтобы не было эпидемии. Кого мы прививали? Кто, согласно национального календаря профпрививок, подлежит бесплатной вакцинации? Это все детки с 6 месяцев. Это все наши школьники. Это студенты вузов и профтехучилищ. Это отдельные профессии, такие как врачи, педагоги, сотрудники транспорта. Это лица старше 60 лет. В обязательном порядке, вот хочу подчеркнуть еще раз, в обязательном порядке хронические больные. Почему подчеркиваю? Потому что люди с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, легочной системы, заболеваниями почек, если они заболеют, то у них протекает крайне тяжело заболевание гриппа. То, что не внесено в национальный календарь. У нас ведь мы детей прививаем с 6 месяцев, а до 6 месяцев ведь дети не подлежат вакцинации, потому что нету сейчас такой вакцины. Поэтому я как эпидемиолог советую окружению этого маленькому ребенку до 6 месяцев привиться против гриппа. Мамам, папушкам, бабушкам, бабушкам, дедушкам, старшим братьям, сестрам, чтобы все окружение было привито. Потому что если маленький ребенок до 6 месяцев заболеет гриппом, последствия могут быть плачевные. Но наше руководство краевое позаботилось о количестве вакцин. Хватает всем? Хватает всем. Да, молодцы. Молодцы. Краевые специалисты у нас молодцы. Закупили всем. Всем для всех хватает вакцины. Еще в национальный календарь профпрививок вошла вакцинация против гриппа беременных. Почему это необходимо? Потому что если женщина во время беременности, смотря в каком триместре заболеет гриппом, то если это в первом триместре, то это выкидыши, ребенок не родится. Если в последующих триместрах, то может ребенок родиться с осложнениями. С теми или другими осложнениями. Я говорю против гриппа именно инактивированными гриппозными вакцинами. Я не говорю, что беременных прививать живыми вакцинами. Корь, краснуха, паратит. Это все нужно предусмотреть до беременности. А что касается гриппа, то можно прививать. И внесено в национальный календарь профпривок во время беременности. То есть уже это практикуется? Это уже практикуется. У нас около 800 человек женщин беременных привилось. То есть с этим согласны гинекологи? С этим согласны гинекологи, прежде всего гинекологи. Акушеры-гинекологи, потому что они видят последствия после того, как ребенок родится от такой женщины, переболевшей. Еще кому обязательно надо привиться? Это людям с тучным, но с высоким весом. А противопоказания это? Противопоказания это, сейчас скажу, это непереносимость куриного белка. Это единственное противопоказание. Дальше человек должен быть здоров, не должно быть температуры, не должно быть никакого инфекционного заболевания, никакого ОРВИ, не должны обостряться хронические заболевания, не должно быть обострения хронического заболевания. Ну и все. Будем, конечно же, надеяться и рассчитывать, что не будет вспышки гриппа. У нас в городе Сочи и все же готовы ли больницы к приему заболевших и укомплектованы ли медучреждения лекарствами? Да, сочинские больницы готовы и укомплектованы. Как я сказала, огромная наша шикарная больница. И два отделения готовы, и они будут принимать острых больных. И готовы наши соматические больницы, если будут осложнения после заболевания гриппа. А чаще всего основное осложнение – это понимание сейчас, что соматические больницы готовы принять для лечения таких больных. Многие предпочитают готовиться к встрече с гриппом народными средствами. Какие из них действенны? И встречались ли вам абсурдные советы? Ну, я вам сейчас скажу сразу насчет народных средств. Любые действованные или нет. Сразу скажу, ни одно народное средство не действенно. Если мы с вами готовимся к гриппу при помощи народных средств и не заболели гриппом. Это говорит только об одном – мы его просто не встретили. Нету народных средств, которые нас спасают от гриппа. Он гораздо вирулентен, гораздо страшнее. Но что касается казуистических каких-то случаев, то каких-то предложений. Вот казуистических нет. А вот просто такое мероприятие, как в детских садах, я уже давно наблюдаю. В детских садах, когда повышается заболеваемость ОРВИ, деткам используют чеснок. Ну, каким образом? На тарелочках чесночок, на шейку вешают им чесночок. Это фитонциды. Да. Что-то в этом есть. Но только не против гриппа. А на самом деле, в детских садах, они гораздо меньше болеют гриппом. Но это не потому, что там фитонциды, чеснок и фитонциды, а потому, что там нет скучности. Там принцип групповой изоляции, в том числе не только в помещении, но и на улице. Групповая изоляция. Там нет такой скучности, там нет кабинетной системы. Поэтому детки действительно, в детских садах болеют меньше, чем школьники. Ну и как вывод, результат все же, чтобы избежать всех перечисленных вами инфекционных заболеваний, что нужно делать? Полюбить себя. Вакцинироваться, если это иммуноуправляемая инфекция. Если все-таки чем-то заболел непонятным, обязательно обратиться. Не ждать. Особенно долго не ждать, если видите, что тяжелый процесс какой-то идет. Не надо надеяться, что это я знаю, что я вылечусь какими-то народными средствами, какими-то еще средствами. Обращаться к нашим специалистам. А специалисты у нас есть. И грамотные. А что касается актуальной инфекции на сегодняшний день грипп, то еще время привиться есть. Нет, еще время привиться есть. Хотя правильно, Вениамин Кадратьев сказал, до середины ноября. Но немножечко по фулиганям, до конца ноября. Тот, кто еще все-таки думает привиться. Спасибо огромное, Татьяна Ленин, давно за исчерпывающие ответы. Напомню, гостем нашей студии была главной эпидемиолога города Сочи Татьяна Новикова. Спасибо, всего вам доброго. Работать сообща и плечом к плечу, использовать комплексный подход к пониманию и решению возникающих проблем. Такова тактика российских инфекционистов и эпидемиологов. А главная задача, и для ее решения есть все возможности, это уберечь будущее от тяжелых последствий вирусной атаки. На сегодня все. Будьте здоровы и будьте в курсе всех событий города Сочи. До свидания. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА